Плоды популярного растения перерабатываются почти без отходов. Из них приготовляют джем, повидло, мармелад, варенье, начинку кондитерских изделий, вкусный сок. Наливки, настойки и прохладительные напитки, в которые добавлены ягоды, приобретают аромат ананаса. Кроме того, облепиха обладает массой полезных свойств. Из сока и жмыха получают облепиховое масло. Листья растения применяются для лечения и в косметических целях. Какие полезные витамины содержат облепиха польза облепихи в оказании широкого лечебного воздействия благодаря богатому витаминному составу? Прежде всего, в облепиховых ягодах содержатся каротины и каротиноиды. А про витамины необходимы для функционирования зрения, процессов роста репродуктивной функции, полового развития, эндокринных процессов, противодействия бактериальным и грибковым заболеваниям, здоровью кожи и слизистых. В организме витамин образуется преобразованием каротиноидов. Облепиха полезна витаминами группов. Водин важен для роста и развития, здоровья сердца, желудка, кишечника, нервной системы. Би-2 необходим для производства эритроцитов, антител, нормализации репродуктивных функций, функции щитовидной железы. Его достаточное поступление улучшает вид кожи, ногтей и волос. В-3 никотиновая кислота, помимо участия в окислительных реакциях клеток, способствует усвоению витамина С, усиливая лечебный эффект. В-9 фолиевая кислота, важна для кровеносной и иммунной систем. Лечебные свойства облепихи для сосудов и костной ткани. Витамин С особенно необходим в периоды эпидемий, важен для функционирования соединительной и костной ткани, является антиоксидантом. Витамин П представлен флавоноидами, особенно рутином. Флавониды, наиболее эффективные в сочетании с витамином С, снижают проницаемость и ломкость капиллярных сосудов. Кроме того, рутин уменьшает свертываемость крови, что особенно важно в случае варикозного расширения вен, при геморрое. Витамин К требуется для синтеза белка, важен для обменных процессов в костной и соединительной ткани, сохранения здоровья почек. Польза облепихи для репродуктивной функции. Облепиха полезна для поддержания и восстановления репродуктивной функции, благодаря входящим в состав токоферолам. Их содержание в облепиховых ягодах превосходит миндаль, поэтому их широко применяют в различных программах восстановления мужской потенции. Кроме того, витамин Е является эффективным иммуномодулятором. Полезные микроэлементы в плодах облепихи. В облепиховых ягодах высоко содержание калия, он необходим капиллярам, сердечной мышце, мозговым клеткам, почкам. Плоды богаты магнием, важным для обменных реакций, сокращения мышц, передачи нервных импульсов. Достаточно много кальция, регулирующего процессы сокращения мышц, производства некоторых гормонов. Облепиха полезна содержанием в ягодах фосфора, железа. Польза облепихи для кишечника и сосудов. Облепиха полезна свойством снижать уровень холестерина, ягоды мягко и эффективно очищают кишечник от вредных веществ, восстанавливают микрофлору и перистальтику, благодаря входящим в состав пектиновым веществам, водорастворимой клетчатке. При созревании плодов ее количество несколько снижается. Облепиха полезна сосудам благодаря ненасыщенным жирным кислотам омега-3, 6, 9. В состав ягод также входят насыщенные жирные кислоты. Кроме того, плоды облепихи богаты сахарозой, глюкозой, фруктозой. Полезные свойства облепихи при лечении различных заболеваний. Плоды эффективно снимают различные воспаления, стимулируют процессы регенерации, в том числе во внутренних органах. Ягоды облепихи полезны для восстановления клеток печени после алкогольной интоксикации. Включение в рацион питания облепиховых плодов полезно для профилактики атеросклероза, снижения уровня холестерина в крови. Всего 100 грамм ягод, употребляемых ежедневно, позволяют в короткий срок справиться с дефицитом витаминов, укрепить иммунитет. При пониженной кислотности желудочного сока после консультации с врачом, полезные свойства облепихи можно использовать для лечения язвы желудка или 12-перстной кишки. Как правило, применяется облепиховое масло или отвары ягод. Облепиха используется при изготовлении медикаментозных препаратов для лечения ожогов и дефектов роговицы. В случае гайморита применяются ингаляции из облепихового масла или ягод. Применение облепихового масла. Масло облепихи полезно свойством заживлять раны, трещины, различные повреждения кожи. Им лечат пролежни, ожоги и обморожения. Вначале пораженное место обрабатывают антисептиком, сушат. Затем наносят несколько капель облепихового масла, накрывают стерильной салфеткой, вощеной бумагой и забинтовывают. Облепиховое масло применяют один-два раза в сутки, в ряде случаев повязку меняют через день. Чтобы не случилось раздражение, его разбавляют растительным маслом, чтобы состав не оказался чересчур концентрированным. Облепиховое масло применяется для лечения слизистых. Используя ватный тампон на палочке, в зависимости от тяжести заболевания им обрабатывают один-два раза в день миндалины, заднюю стенку глотки, слизистую носа. Полезные свойства масла облепихи применяют при лечении воспалений десен, трещин заднего прохода, заболеваний кишечника. С осторожностью облепиховое масло применяют в случае язвенной болезни желудка. Как правило, его смешивают с 2% раствором питьевой соды для нейтрализации входящих в его состав кислот. Средство принимается за полчаса до еды по 1 час. L. В течение месяца. Если лечение успешно, разовую дозу увеличивают до 1 с. L. Рецепты изготовления облепихового масла в домашних условиях. Чтобы в готовом продукте сохранилось больше полезных свойств, обработка должна быть по возможности щадящей, без нагрева. L. Рецепт 1. Ягоды облепихи вымыть, аккуратно высушить в духовке, чтобы плоды стали твердыми. После измельчить их в кофемолке, получив муку. Поместить муку в банку и залить любым рафинированным растительным маслом. Перемешав содержимое, поставить банку в темное место на наделю. Каждый день ее необходимо встряхивать. По окончании процедить смесь через марлю или ситечко, снова отстоять в темном месте, чтобы на дне образовался осадок. Аккуратно слить готовый продукт в заранее приготовленную емкость, не взбалтывая частички со дна. Готовое облепиховое масло применяют внутрь или наружно. Для увеличения концентрации полезных свойств облепихи, его используют вместо растительного масла со следующей порцией высушенных ягод. Рецепт 2. Пропустить свежие ягоды через мясорубку или соковыжималку. Сок слить в стеклянную банку. Через день на поверхности образуется облепиховое масло, его собирают деревянной ложкой. Жмых залить растительным маслом и настоять 2-3 недели, после чего отжать и профильтровать напитанное полезным продуктом сырье. Полученное масло облепихи окажется светлее, в нем меньше полезных свойств. Рецепт 3. С полученным в предыдущем рецепте жмыхом можно поступить по-другому. Поместить в кастрюлю, залить рафинированным растительным маслом, закрыть крышкой и выдержать 2-3 суток при температуре плюс 50 с. Готовое облепиховое масло получается после процеживания через марлю. Полезные свойства листьев облепихи. Еще древние заметили, что если листья растения добавлять в корм животным, их шерсть становится блестящей и мягкой. Современные исследования подтвердили данное наблюдение. Оказалось, облепиха полезна для поддержания оптимального обмена веществ в коже. Именно от этого улучшается качество шерсти, увеличивается скорость ее роста. В облепиховых листьях масса витаминоз, танина, обладающего противодиарейным и кровоостанавливающим действием, а также серотонина, регулирующего тонус сосудов, участвующего в процессе свертывания крови, перистальтики кишечника. Из листьев изготавливают таблетки гиперамин, помогающие справиться с гриппом, ОРВИ. Заваренные как чай листья облепихи, полезны для лечения стоматита и периодонтита. В случае заболеваний суставов полезен отвар из облепиховых листьев. Для его приготовления 1С. Л. Измельченного сырья заварить стаканом кипятка, томить на водяной бане 10 минут. Принимать стакан отвара в течение дня. Полезные косметические маски из облепихи. Облепиховое масло часто применяется во время массажных процедур. Оно хорошо проникает через кожу, стимулирует процессы микроциркуляции, отчего прекращается шелушение, кожа менее интенсивно теряет влагу. Маски из облепихового масла полезны для разглаживания морщин, они делают кожу упругой и эластичной, отчего лицо выглядит моложе. Кроме того, снижается заметность веснушек и пигментных пятен. Масло облепихи приносит пользу при ломкости ногтей, улучшает здоровье волос. Его полезно периодически наносить на волосяной покров, чтобы укрепить волосяные луковицы и придать шевелюре блеск. Заварив одним литром кипятка 6С. Л. Измельченных облепиховых листьев и потомив их 10 минут на водяной бане, приготовленным ополаскивателем удается существенно уменьшить выпадение волос. Листья облепихи полезны для избавления от угрей. Их нужно распарить, чтобы они стали мягкими, затем слегка остудить и приложить к угревой сыпи, накрыв полотенцем. Через 15 минут протереть кожу кусочком льда. Как вырастить облепиху на загородном участке. Растение культивируется и высаживается в различных странах. Оно светлолюбиво, хорошо переносит мороз до минус 40С. Произрастает на рыхлых, сравнительно сухих почвах. Если на местности имеется уклон, корни укрепляют почву. Растение привлекает пчел, что способствует увеличению урожая. Женские и мужские растения. Растение может оказаться мужским или женским. Мужские необходимы для производства пыльцы. Облепиховых ягод на них не растет, они образуются на женских. Как правило, при посадке выдерживается пропорция, когда на 6-8 женских растений высаживается одно мужское. Опыление выполняется ветром, реже насекомыми. Как правило, характерные половые признаки становятся различимы через 1-2 года произрастания. Следует обратить внимание на почки. Мужские крупнее, нередко они тройные, женские мельче, пепарные. Мужские растения крупнее и кряжестее женских. Листья мужской разновидности вывернуты наружу, женские вогнутые и напоминают лодочку. Листовые пластины мужского растения сизые, женского зеленые. Облепиха размножается семенами или вегетативно, то есть корневой порослью черенкованием. Когда созревают облепиховые ягоды. Время сбора урожая наступает в августе-сентябре, когда плоды становятся ярко-оранжевыми, упругими на ощупь. Одна облепиха дает до 10 килограммов ягод. Для лучшего сохранения полезных свойств облепиху лучше хранить в морозилке. Свежие ягоды сохраняются до полугода, что достаточно для восполнения дефицита витаминов зимой. Для переработки и изготовления облепихового ларенья, плоды лучше собрать пораньше, слегка недозрелыми. Способы и приспособления собирать облепиху. Ягоды растут на ветках с острыми шипами, которые мешают собрать урожай. Кроме того, плоды держатся довольно прочно, при срывании нередко раздавливаются, их сок разъедает кожу. В результате многие оставляют часть урожая на ветках, особенно в труднодоступных местах, поскольку желание собирать быстро пропадает. Способ 1. Самый простой способ сбора облепихи – дождаться наступления холодов, чтобы потрясти ветку и стряхнуть замороженные плоды на ткань, полиэтилен, растеленные на земле. Правда, до заморозков необходимо тем или иным способом обезопасить урожай от налетов пернатых. Способ 2. При использовании другого способа потребуется старый зонт-трость. Загнутой ручкой в раскрытом виде он вешается на ветку, облепиховые плоды срезаются ножницами. Руки лучше защитить перчатками из плотной ткани. Несмотря на сравнительную безопасность для кожи, способ достаточно кропотливый и требует немало времени. Способ 3. Некоторые садоводы шьют брезентовую рукавицу. Со стороны ладони прикрепляют одну сторону небольшого мешочка для сбора облепиховых ягод. Другая сторона при слегка согнутой ладони должна отопыриваться, чтобы в мешочек свободно попадали сорванные плоды. Встав на лестницу, большим пальцем и краем ладони слегка сжать ветку, отступив примерно полметра от ее конца, и выполнить движение к концу ветки. Сорванные плоды окажутся в мешочке. Продолжить собирать урожай, передвигаясь к основанию ветки. При изменении положения, чтобы не просыпать собранные ягоды, ладонь держать распрямленной, чтобы края мешочка оказались замкнутыми. Способ 4. В труднодоступных местах пригодится палка, к концу которой прикреплена петля из упругой стальной проволоки, согнутая контуром в форме пламени свечи. Для удобства полученный контур сгибается пополам, чтобы сбоку он был похож на пригоршню. Полученным приспособлением нужно захватить основание облепиховой грузди и срезать ее легким движением петли. На ветку можно предварительно повесить раскрытый вверх ногами зонт трость. Вред и противопоказания облепиховых ягод. Помимо полезных свойств, облепиха при наличии тех или иных заболеваний может нанести вред здоровью. Не стоит применять облепиховое масло при холецистите, гепатите, склонности к диарее. Употребление ягод вредно при заболеваниях желчного пузыря, желудочных расстройствах. Облепиха увеличивает кислотность мочи, поэтому ей не стоит лечиться при мочекаменной болезни. Благодарю за просмотр видеоролика. Ставьте отметку «Нравится». Пишите комментарии к ролику. С вами была Алиса Иванова.